Уже скоро московский вокзал получит новый фасад, да и внутри комплекс тоже ждут серьезные изменения. Реконструкции подвергнутся холл и две платформы. В центральный зал встраивается антресоль дополнительная с эскалаторными подъемами и обеспечивается уже транспортная, будем говорить, досягаемость второго уровня. Достраивается антресоль, которая сегодня мало используется из-за плохой доступности и увеличиваем тем самым зоны ожидания. Реконструкция запланирована в рамках модернизации инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Согласно требованиям, вся логистика пассажира от момента прибытия на привокзальную площадь до посадки в поезд должна быть организована по принципу безбарьерной среды. Не забыли проектировщики про системы безопасности на вокзальном комплексе. Этому сегодня уделяется особое внимание. Запланировано увеличение зоны участка досмотра, замена системы видеонаблюдения, оборудование вокзала и платформы системы экстренной связи пассажир-полиция. Выслушав про безопасность внутри вокзала, губернатор Валерий Шанцев напомнил, что внешние подходы к комплексу должны быть не менее защищены. Вы нам все время рассказываете о безопасности внутри дорожного вокзала, а что на площади будет сделано, как транспорт будет подходить. Исключена возможность самопроизволенного попадания транспорта. У нас полностью огорожена периметра по станции, забор, ограждение. И сегодня огорожена территория со стороны города, а также ограждение. Все зоны подъезда у нас оборудованы автоматическими флагбаумами и ведет пропускной режим. Несмотря на такие меры безопасности, глава региона потребовал от профильных министерств и ведомств уделить больше внимания безопасности нижегородцев и гостей города на ключевых транспортных узлах области, в том числе и на вокзальном комплексе «Нижний Новгород». Мы сейчас будем находиться в стадии реконструкции. Идет пассажиропоток, рядом мешки, сумки, что угодно. Это вот надо правоохранительным органам тоже иметь в виду. Второе. Сбор мусора. Это организация, что это касается. Сбор мусора. Черные пакеты прямо на платформе стоят. Их убирают, может быть, через 4-5, туда можно вместо мусора положить все, что угодно. Вся технология должна быть отработана. Пока вопросов к проекту еще много. Но уже известно, что в период ремонта и модернизации, запланированных на 2017 год, вокзальный комплекс закрывать не будут. Это лишь первый этап реконструкции стоимости почти полтора миллиарда рублей. После него планируется создать на базе вокзала крупный транспортно-пересадочный узел, включающий в себя расширенные зоны обслуживания пассажиров и реконструированную первую платформу при вокзальной площади. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...